Привет! Мы проснулись, нифига не улыбнулись. Так, нас что-то пылющит с самого утра, ужас какой-то, вообще. Как ты себя чувствуешь? Я очень плохо себя чувствую. Расскажи мне эту историю, как ты себя чувствуешь, точнее не мне, а зрителям, в которой ты меня сказал. Ну, про то, что, да, я только с самого ужасного, чтобы не видно было, про то, что или я видела куда-нибудь. А, я сказал Кристине с утра такой, Кристина, ты когда-нибудь видела такого дождевого червяка, раздавленного на земле, которого кто-то так... Вот это вот я сегодня. Так плохо, я не знаю, что такое, этот... Никита не подставил. Говорят, встаем с утра. Обычно, когда не хочется с утра вставать, надо с кровати встать и все, уже там, типа, ну, нормально будет. Ага. Ни хрена подобного, блин, встал с кровати, не этот, ничего мне легче не стало. Такое ощущение, как будто я бы сейчас вот тут упал и заснул бы. Короче, капец. Так, значит, как я обещала, показываю универ. Так у нас украшено в этом крыле гирляндой. Где ты там идешь? Иду, иду. Давай, идем. Ученичок. Поднялись мы на третий этаж. Сейчас мы выйдем в более такую центральную часть универа. Я там покажу. Здесь у нас всякие кассы, кабинетики, отдел практик. Вот, выходим в центр. Так у нас там украшено. Вот здесь. Сейчас мы перейдем на ту сторону. Я покажу. Вот как с этой стороны выглядит. Вечером это, конечно, круто выглядит, потому что темно. С третьего этажа по первой. Здесь на лестнице украшено. И пальмы. Очень новогодние деревья. На улице пасмурно. Ну, как пасмурно. Облачно. Идем домой после пары. Мы пришли домой. На улице орут дети. Так, зашли в магазин, купили черный хлеб. А черный хлеб купили потому что... Потому что он черный. Потому что... Та-дам! Селедка. Не селедка, а... Ну, типа селедка в этом... Помидорном соусе. Решили второй раз наступить на грабли и взяли миндальное молоко. Никита начал пить. Сказал, что оно такое же невкусное. Дал мне, я попила и тоже сказал, что невкусное. А он потом сказал, что он пошутил и оно нормальное, сладкое. Это на меня так подействовало внушение, он сказал. И я поверила. Ну, просто перед этим банановый суп попало сладким. Может, поэтому мне так показалось. Майонез, потому что у нас закончился. И... Сметана. Сегодня будем готовить суп. И вроде... Всё. Да. Тетрадка. Миллиард паспортов. Буду начинать готовить. Так что не будешь делать бутерброды? Что? Не будешь делать бутерброды? Не буду, я объяснил почему. Почему? Потому что... Что вы меня снимаете? Скрытая камера. Не имеете права сегодня. А ты мне тоже с молоком сделаешь? Я не давал своего согласия на съемку. Ты мне тоже с молоком сделаешь? Я не просила снова. А ты лей чуть-чуть чая. Налей мне этого миндального молока и сахара добавь. Только добавь миндальное, которое сладенькое. Блин, я похоже сладкое налил. Да. Да? Это сладкое? Покажи, покажи упаковку. Да, это сладкое. Капец. Я специально хотел мне сладкое налить, чтобы его срасходовать быстрее. Чай по сахаре. Мне тоже сделай. А это Кристина меня заговорила, блин. Никита, ты куда собрался? Уезжай. На заправку? Нет. Что мне за проблем? Никита идет на вождение. Сначала идет до первого этажа, а оттуда едет. Возит сам себя. Попросит преподавателя поехать на аэродром заброшенный. И там попробует... И там остаться. Попробую там своим сцеплением решить проблемы. Попарковаться задом. Это седьмое, да? То есть после этого занятия останется еще шесть. Вот, вернется через полтора часа. Завез преподы в магазин. Занятие почти закончилось. У нас осталось десять минут. Еду дальше. Препод пошел в туалет. Осталось, типа, пять минут езды. Еще скажу. Нет, не скажу точно. Ну, около пяти минут осталось езды. Достаточно неплохо сегодня. Нет. Вроде не гасну, не тухну. Что-то более елочка стоит, такая модная. Какой хот-дог на заправке. Красота. Как меня там видно? Хорошо? У меня, наверное, очки заляпаны. Вещаю вам из нашей дискотеки. У нас дискотека. Приглашаем всех на бессветовый импрез. У нас выбила пробки, когда Кристина включала в зале свет. Просто взяла так и выбила. У Никиты вылетело все. Ну, короче, комп выключился. Никита проиграл автоматически игру. И, получается, во всем мешкании у нас во всей квартире работает только одна розетка на кухне. Просто мы сидим так тихо. И тут, ну, ничего не горит, ничего не работает. И тут просто начинает холодильник. Ну, короче, работать, там, морозить или что. И мы такие не поняли. Проверяем свет. Какие-то несветимые глаза так. Проверяем свет, а он не работает. Вот это вот такая розетка. И в той застенной комнате маленькой работает свет. Мы пошли к соседям. Но сначала написали хозяйке, которая нам не отвечает. Ключа у нас нет от щитка. И мы пошли к соседям. С той стороны их нет дома. С той стороны соседи, как вам сказать, мы на них ментов вызывали. Поэтому идти к ним не было никакого желания. Все-таки пошли. У них ключа нет. Нам сказали, что ни у кого нет ключа. И это нужно идти в администрацию. Электрик пришел. Идти в администрацию. То есть, как мы выходим из дома. По правой стороне такой здание. Такой домик маленький. И там вот, типа, вот эта администрация нашего района. Никита туда пошел. Там все закрыто. Свет не горит. Никого нет. В итоге мне в конце концов ответила хозяйка. Что я не могу разговаривать. Как бы в 8 часов вечера я не могу разговаривать. Позвоните вот по этому номеру. Это электрик. Мы вот позвонили. Пригласили. И вот он пришел. Сейчас что-то будет делать. Еще и деньги ему заплати. Вот. Такие дела. В Беларуси вышел. Открыл. Чик-чик. И готово. А тут заплати денежку. Больше тоже так. Меня лучше купить или было. Это странно. Здесь как-то. Возможно. А может специально так сделали. Типа платно. Ладно. Идем встречать электрика. Ушел от нас наш спасатель. Наш электрик. Ушел. Да. Он такой странный был. Типа что-то шутил там. Свои какие-то. Да. Напевал что-то там. Да шутки такие не смешные. Я закидывал. Говорит. Че он так сказал? То есть ты черный. Зуба. Девчина. Кава. Что такое. Я не помню. Я не помню как. Зуба куда ты кава или что. Ну все такое. В общем. Невалучно. Ушел. Ушел. Поворачивается такой плоскогубцей. Уже кто-то положил. Кристина рядом с ним стоит. Он поворачивается. Такой говорит. Нет. И на меня поворачивается. Типа на плоскогубцей. Нет. Не поэтому. Потому что в одной руке у меня была такая коробка. Которая вешается на стену. Закрывает эти пробки какие-то непонятные. А в другой руке у меня фонарик был. Который мне светило. А не потому что я женщина. Не смешно выглядит. Да. И еще. Мы ему звонили. Он сказал что 10-20 злот это будет стоить. Мы такие. Ок. Ок. Хорошо. А потом до нас доходит. Наличкой же. Смотрим. А у нас в кошельке налички было только 18. Остальное все на карте. Ну блин. Платим мы только картами. Не носим эту мелочь. И он такой все сделал. Мы спрашиваем. Ну сколько. Он говорит. 20. А мы ему говорим. Что 18. И как он там сказал потом. Что у нас 18 только есть. А он сказал. Да и добрый. Типа. Если бы я на транспорте ехал. То там уже как-то думали. А говорит. Я тут живу. Через долгую. И сказал что типа. О так может у вас денег нет. Тогда я его. Типа не возьму. Там как-то на хлеб. Он говорит. Нет. У нас карты. Типа. Есть. Все окей. Потому что я ему предложила. Что если все-таки 20. Вот 18 он не возьмет. То Никита был побежал в банкомат. Который там. Через полкилометра от нас. Снимать. Вот. Сейчас будем кушать. Супчик приготовился. Никита сейчас нам что-нибудь включит. Интересное на ютубчике. И будем смотреть. И кушать. Я сделала такое. Включение. Чтобы попрощаться. Никита моет посуду. А я тем временем. Буду монтировать блок. Вот. Сегодня ляжем. Намного раньше. Чем обычно. На 4 часа. Наверное. Раньше. Чем обычно. Из-за того. Что я. Сегодня не выспалась. Не знаю. Очень тяжело спала. То есть. Я в 6 утра. Еще не спала. Я не могла заснуть. Я оборочалась. Я слышала. Как у нас там. Костел. Через. Полтора километра от нас. Я слышала. Как там. Трезвонят. Эти. Колокола. И после этого. Я еще не знаю. Сколько времени. Не могла заснуть. То есть. Ну. Где-то. Может. Что-то было 7 утра. Было время. А нам. На 12. Нужно было. Вставать. В универ. То есть. Я вообще не выспалась. Глаза болят. Вот. Лягу. И уверена. Что быстренько. Отрублюсь. Так что. Всем спасибо. Что были с нами. Всем. До завтра. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем. Пока-пока.